плов из ребрышек масло подошло сейчас подложим дрова и будем готовить совершенный плов очень вкусный очень полезный киски дашка полосатик чернушка белохвостик и просто кота черный все в ожидании чудо лук немножко становится золотистым это то что нам надо интенсивность увеличиваем перед закладкой мясо мясо подготовлено вот так ребрышки там у нас разгорается почти в норме лук подходит состояние которое нам необходимо вот сейчас огонь немножко прибавили и забрасываем ребрышки можно было бы это делать как то иначе но у нас одна рука до огня надо было побольше немного но ничего я все выйдет на круги свои сейчас это дело будет подходить все хорошо огонь у нас полный так что сейчас все выйдет если у вас не получается как хороших красивых видео видео ничего страшного все выйдет сейчас на правильный режим продолжается все прекрасно ребрышки на помешиваем в легкую и получается все как надо огонь у нас угли достаточные примерно так уже обжарено мясо вот до такого состояния еще минут 10 и будем делать добавки заложили приправы вот это у нас зира перец жгучий вот еще там ингредиенты которые положены не буду называть все знают даем немножко уже на умеренном огне немножко побурлить добавляем сюда воды перец ну и как это называется зирвак готовим некоторое время это когда все это с водичкой превращается такой насыщенный бульон вот это примерно так выглядит лаврушечка чеснок здесь меня не такого много можно будет еще сейчас с огорода принести пару свежих это у меня еще такой купленный еще немного времени у нас так все дело выглядит и мы добавляем морковь добавил воды и это все дело немножечко прокипело еще минут 10 и будем добавлять рис промытый добавлен в рис барбарис для чего он кладется чтобы расщеплять крахмал чтобы рис не слипался кислинка в барбарисе дает эффект при нагреве каши не будет но плюс сам рис еще хороший у нас все это вот так кипит углей не так много но они правильно сейчас это еще немного и мы засыпаем рис вот теперь в эту красоту сейчас мы положим вот этот рис вот так вот добавили добавили в принципе можно ничего не делать а можно вот так немного распределить и убавить угли убавить это убавить это отнести их немножко в сторону сейчас я это сделаю их там сейчас много мы их немного разведем будет помягче огонь то есть жар пока не закрываем процесс продолжается до момента когда рис начнет увеличиваться мы избавим еще угли и накроем крышкой еще минут на тридцать но почти удалив все угли из под казана на данном этапе еще водичка зирвак немножко выкипает рис еще не напитал мы его не трогаем оставляем еще минут на двадцать вот так вот перед тем как закрывать крышку мы подводим это вот под такое состояние скажем по краям осталось немного бульона уже рис начал набухать барбарис у нас набух тоже углей прям минимум и сейчас мы накроем крышкой дальше будет уже когда вскроем угли у нас вообще минимальные по краешкам там чуть-чуть их крышка у нас накрыта подымливает немножко а сейчас будем открывать смотреть прошло где-то 25-30 минут ну что видите что у нас вышло так где мешалка сейчас рассыпчатый видите заслуга барбариса вот в этом вот в этом заслуга барбариса расщепляется крахмал кислотой и сталик сталик ханкишиев у него есть канал он там подробно все это рассказывает можно посмотреть вот смотрите смотрите что здесь видите как шикарно это что то сейчас наложу в блюдо и мы посмотрим на него красивую вот такая красотища у нас получилась вот рассыпчатый рассыпчатый здесь еще вот сколько осталось мы берем вот рис видите он сыпется он не кучкой вот рассыпчатый очень и очень хороший приятный запах как это здорово всем спасибо и угли немножечко там сейчас мы это дело а уже практически готово но еще там происходит процесс шумит получилось здорово это я знаю это что я это что в Продолжение следует...